здравствуйте привет всем здорово что сейчас собираемся много вопросов поступило я думаю что мы все сейчас обсудим вот хотел сказать пару слов сейчас пока люди собираются для того чтобы обсудить наши темы всех хочу поздравить прежде всего с праздником пасхи он конечно в этом году на удивление проходит не так не так традиционно как всегда это конечно пусть это будет такая история история которой мы никогда больше не вернемся которые мы будем вспоминать что вот представляете двадцатом году была вот такая вот краш тест нашей жизни что мы сидим дома не ходим в церковь не освещаем яйца и еще что-то не делаем куличи приходится сидеть дома в масках и никуда не ходить но при этом при всем есть и положительные факторы которые есть нашей жизни благодаря нашим скажем так руководителем сегодня вот хочу прокомментировать что наш царь ясно солнышко владимир владимирович сказал что мы выходим на какое-то плато что мы справились с этим ростом заболеваемости коронавирусом и самое хорошее в этом во всем что уже есть такие высказывания на эту тему нас может быть уже к чему-то готовят что может быть отмена или хотя бы какая-то частичная отмена той карантинный того карантинного месяца который который есть у нас на самом деле сейчас что касается америке в америке все мы смотрим в том числе я уверен на наше все руководство смотрит туда вот о том чтобы как они себя ведут и там уже отменяют с 1 мая начнут работать все рестораны все заведения а у нас к сожалению к сожалению когда мы подходим к концу месяца в надежде на то чтобы поохотиться выйти из дома хотя бы на и незначительные дни отвести душу пострелять вот то нас к сожалению запирают опять домой я думаю что вы все видели ту таблицу которую сбрасывали где отменили охоты к сожалению вот есть такая тенденция ну что давайте давайте мы хотели обсудить кого кто-то обещал даже выйти вывести в прямой эфир кто хочет поговорить на эту тему давайте мы с вами обсудим сейчас что происходит с властями насколько это мера поможет что хочу сказать что насколько эта мера поможет мне кажется незначительно люди выходят на улицу на свежем воздухе поднимаются и психологическое состояние разгружаются наоборот что это будет как-то улучшать ситуацию отмена охоты в костромской области объяснили тем что если мы разрешим охоту то много людей приедет к нам и соответственно могут занести еще нам коронавирус ну какая-то доля в этом есть правда и возможности но мне кажется для 25 тысяч людей которые имеют у себя охотничьи билеты в костромской области я думаю что это будет серьез серьезный удар по их увлечению по их жизненным принципам на самом деле так тюбень в ожидании запрета твое мнение по сделке опять плюс снижаем добычу сильно это хорошо и мне кажется лучше снизить и продавать дороже чем не снизить и продавать вообще без денег в ожидании подключения ребят всем привет андрей привет 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 ну во первых хотел узнать как твоя нога спасибо я рад я рад я рад очень когда увидел на самом деле ну реально очень так распереживался я уже все уже забыли эту историю но слава богу как у вас дела рассказать ну потихонечку с охотой вообще такой очень сложный вопрос я планировал в этом году такой очень интересный тур это беларусь саратов волгоград саратов владимирская область в принципе мое самое излюбленное место и карелия в карелию я часто езжу да там у меня есть свои места где я хочу вот но к сожалению начать мы начали то есть мы хорошо от охотились белоруссии прекрасно от охотились саратовской области кстати при выезде из беларуси мы как раз выезжали именно в тот день когда вот прям с денисом прям вот до закрытия прям вот успели успели да и в саратовской области мы также уехали прям вот прям перед закрытием самой саратовской области но на этом наше везение и вообще наше увлечение на весенней охоте она закончилась там же сейчас вообще никаких не карантина ничего и как-то это или это на самом деле не так ли все таки ограничения какие-то и ну на данный момент андрей я не могу сказать что там какая что там сейчас происходит но на тот момент когда мы там находились денисом отоходится мы прекрасно мы за два утра взяли порядка двадцати восьми гусей ну вот по обстановке в принципе да в населенных пунктах среди людей никаких проблем нет никто на эту тему не разговаривает все в свободном доступе люди свободно ходили на я не знаю как сейчас на тот момент да там в аптеках были эти маски там перша да все что угодно да насколько я знаю там не усугубляется эта ситуация вот и спокойно уехали нас на границе на проверили документы и мы выехали никаких проблем сопротивления мы никакого не встретили вот тут пишут со своим оружием есть да да все официально есть за своим оружием проблем никаких перевозки единственный момент там при оформлении есть маленькие тонкости на госуслугах с этим столкнулся как и я так и денис помимо того что надо сделать разрешение на вывоз оружия еще надо сделать и навоз если вы вывезли оружие это один документ то ввести вы уже не можете без это без до по 2 документа и на границе когда у вас спросят или там ввоз вы сделали а вывоз вы не сделали граница свободная вы можете спокойно курсировать да но если вас остановят и спросят ребята вы откуда и куда дамы как бы с беларусь едем домой мы там поохотились а прекрасно документы есть вот документ на ввоз в россию на вывоз где то есть вы незаконно вывезли его с территории российской федерации это проблема между прочим там из десяти аху из 100 охотников одного остановит и к одному к одному зададут вопросы это стопроцентный вариант ну вот поэтому оформлять надо даже не за 14 а лучше за 20 дней на документы на госуслугах так что вот видите если вы хотите куда-то съездить это все реально имейте ввиду что только за 20 дней начать оформлять документы ну что я хочу сказать вы счастливые люди не совсем но желание было абсолютно другое да и работа с нашими партнерами также подразвивал абсолютно другие 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 другое развитие события да и мы в погоне за охотой в дальнейшем мы там и в московскую область пытались там держали кулачки и во владимирскую в нижегородскую великий новгород и везде да как бы причем губернаторы как-то странно себя ведут достаточно они говорят то что да ребят мы откроем охоту проблем нету да то есть вот вот охота будет но через пару дней они говорят противоположные говорят ребят охота закрыта я просто не пойму от этого сотрясание воздуха для чего а я тебе объясню что губернатор сейчас ну как мне опять же там есть информация что губернаторов сейчас есть еще штаб по коронавирусу которые иногда принимают решения противоположные администрации а так как штаб коронавируса подчиняется в москву то губернаторы прислушиваются именно к мнению руководителя этого штаба вот а так как большинстве случаев они не являются охотниками ну вот для них закрытие охоты им лишь бы чего-нибудь закрыть нет уже логики на самом деле никакой в том что открытие охоты увеличит количество заболевших вот этого конечно нету ничего но а это опасность это какая-то внутренняя наша русская психологическая проблема что нам лучше что-то запретить нежели чем что-то разрешить и сделать людям лучше вот нас как-то власть к сожалению вот относится именно вот таким мы с этим сталкиваемся в каждом регионе по открытию магазина одна власть приходит и говорят все закрывайте прокуратура говорит не слушайте их открывайте а росгвардия говорит закрывайте другие открывайте поэтому у нас несогласованность властей настолько колоссальная во всех регионах что вот нету единого начали ну в этом и разгильдяйство я считаю то что всего и вообще в принципе у нас всего этого нету какой-то единый до системы я хорошо спасибо что вышел спасибо пообщались спасибо держу за вас пальчики немногие с которым удалось в этом году поохотиться ну что друзья вот мы пообщались мы еще так запрос на участие вот еще у нас человек по поводу бизнеса мы с ним разговаривали сейчас посмотрим добрый день андрей привет 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 прежде всего поздравляю всех причастных с праздником так сказать ну пообщаемся насчет бизнеса в принципе насчет того как гасится у нас любыми мерами каждый малый бизнес по сути все вот эти вот нововведения которые были введены государством что от путина лично что в принципе в регионах они кроме как душить малый бизнес больше ни на что не направлены вот допустим последняя крайняя мера крайняя мера выплатом рот сотрудникам преподносится как положительное что якобы работодателям не придется тратить деньги но работодатель эти деньги не получает он эти деньги выплачивает потом государство ему компенсирует суммы но никто не говорит о том что работодатель обязан выплатить налоги это ндфл пенсионные страховые медицинские абсолютно все абсолютно все налоги работодатель выплачивает то есть как то получается с 12 тысяч рублей выплаты одному сотруднику примерно 5-6 тысяч рублей работодатель должен заплатить 43 44 да 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 то есть понимаете о чем я говорю получается как получается как мера вроде как преподносится как хорошая но кроме как удара под их малому бизнесу очередному она не никакой ну никакой поддержки нет то есть вместо того чтобы из фонда национального благосостояния а напомню это сто двадцать три миллиарда долларов и восемь триллионов рублей на вот на если зайти на сайт минфина этот те деньги которые были отложены с налогов с продаж нефти так сказать на черный день черный день наступил эти деньги имеются в бюджете но и не не выделяются вместо того чтобы выплатить допустим каждому гражданину российской федерации по 20 тысяч рублей тем самым тем самым мы и не даем поддых малому бизнесу поддерживаем население это выйдет примерно 3 триллиона рублей при пересчете на 150 миллионов человек 3 триллиона рублей то есть это не такая сумма большая для того же фонда национального благосостояния нам даже не придется трогать федеральный бюджет в целом но эта мера видимо видимо все таки эти я с тобой частью согласен да конечно что чем богаче население чем богаче население чем она обеспечений вот и уровень зарплаты выше тем соответственно и страна более стоит на ногах более хорошо вот конечно наше государство и наши правители любым способом хотят сделать так чтобы конечно минимальными способами завуалировать по помощь свою ну показать что они как будто помогают но на самом деле да 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 я с тобой согласен но давай мы сейчас от глобального от глобального отойдем перейдем к конкурс частного да без проблем макро-экономика макро-микроэкономика можно про нее разговаривать то как чего действует ну вот чем занимаешься ты расскажи чем занимаются ваши предприятия и какие вот непосредственно твои проблемы непосредственно непосредственно в твои с твоей фирме смотрите я мне 19 лет я пока что студент юридического факультета у нашей семьи семейный бизнес у отца это рыболовный магазин по спортивной рыбалке в ростове-на-дону то есть в принципе вся наша семья содержится с этого бизнеса с этого магазина магазин существует притом мы не начинающий бизнес по сути на этот этому магазину уже очень много лет то есть я не знаю в каких вообще сейчас в каком положении находятся люди которые только что открылись то есть если у нас в любом случае есть хоть какие-то запасы отложенные на служить на определенного рода случаев вот как сейчас то с чем мы столкнулись у нас хоть получается сейчас недавно появился интернет-магазин то есть мы по идее можем более-менее работать но с чем мы столкнулись магазин сколько лет если я если я не ошибаюсь мой отец открыл магазин в 2003 или в 2004 году но говоря уже о том что клиентская база база есть определенная людей у вас присутствует и вы имеете свой пул покупателей которые регулярно ходят непосредственно к профессионалу к твоему отцу покупать тот товар в котором он разбирается очень хорошо лучше чем в соседних магазинах естественно естественно но вот в чем суть сейчас мы торговать не можем то есть торговля у нас стоит зарплата сотрудникам аренда все это нужно выплачивать при том что даже у нас подожди секунду а вы закрыты вообще или можете отгружать допустим интернет заказы или работать к примеру вот в некоторых магазинах нашей сети нам пришлось закупить допустим маски обеззараживающие там баллончики еще средства защиты и нам этот отдел потребительский разрешил работать может вам тоже пойти смотрите как как у нас сейчас как обстоит ситуация отец каждый почти каждый день ездит также в магазин то есть по сути мы закрыты но все равно как бы определенные определенные продажи все таки есть но опять же в чем проблема сейчас губернатор ростовской области вот я так понимаю в ближайшие дни будет будет такая же система как в москве с пропусками то есть нам как интернет у нас основная торговля это именно магазин плюс у нас есть интернет магазин но это в основном как в стиле как сайт человек может посмотреть ассортимент прийти и купить в принципе то есть это не так что основной доход и основная торговля через интернет соответственно у нас основная основная торговля непосредственно через магазин магазин сейчас закрыт по сути то есть туда мы также платим аренду также также выплачивается зарплата сотрудников но с торговли как таковой нет причем проблема даже не в том что даже если мы были открыты люди в принципе перемещение людей ограничен так же как ограниченные средства людей это прежде всего бьет по торговле в целом по покупательской способности это очевидные вещи и в чем и в чем суть в чем суть основной период торговли вообще вот такого рода бизнеса что охота что рыбалка ну рыбалка в большей степени это конец весны лето начало осени то есть именно вот сейчас это все выпадает именно на этот период даже если все эти ограничения ближайший месяц я так понимаю предполагаю что скорее всего май люди тоже просидят дома а возможно июнь да это ударит очень сильно по торговле помимо этого это ударит по покупательской способности то есть даже если мы допустим не будем торговать все это время а будем торговать уже летом у нас просто элементарно очень много людей не придут покупать просто по одной причине у людей нет денег на это сейчас в принципе мы находимся не в самом скажем так и не в плачевном состоянии но те последствия которые могут идти для торговли и для малого бизнеса они могут оказаться колоссальными потому что и так торговля последние года в связи с постоянным так сказать российским кризисом торговля периодически падает проседает то сейчас это может привести вообще к неконтролируемым непонятным последствиям ну вот я что хотел сказать что я надеюсь что власти это все видят и понимают что чем дольше они будут задерживать тем больше денег им придется потратить на восстановление а все-таки ты в начале своего разговора правильно сказал что денег они тратить не хотят да, да, совершенно верно получать какие-то бунты человеческие тоже никто не хочет вот допустим у нас я знаю что в Новосибирске уже рестораны открыли в Ярославле парикмахерские открывают и сейчас те заявления которые делаются которые Онищенко сейчас сказал что часть малого бизнеса уже нужно открывать они уже говорят о том что будут гайки откручивать назад поэтому я надеюсь что с твоим бизнесом критического и с бизнесом вашей семьи ничего не случится надеюсь что вы продолжите работать и все остальные тоже власти наши постараются как можно быстрее прежде всего психологическое давление которое сейчас оказывается что вот все заболеют невозможно хотя на самом деле если посмотреть в процентном соотношении значит настолько ничтожное это количество вероятных того что ты заболеешь и то что тем более ты можешь как-то в тяжелой форме это перенести но даже если ты заболеешь в тяжелой форме переносится всего там 5% да а те последствия экономические которые сейчас происходят они колоссальны спасибо большое что вышел счастливо здоровья вам прежде всего и скорейшего выздоровления в вашей ноге удачи спасибо давай удачи так ну вот мы поговорили поговорили с людьми у которых есть свой небольшой бизнес связанный 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 как раз непосредственно с рыбалкой охотой так давайте поговорим на те вопросы которые вы задаете сколько мне нужно денег чтобы открыть свой рыболовный магазин какой минимальный капитал так ну прежде всего нужно быть профессионалом в охоте и ой в рыбалке потому что рыбалка это очень специфический специфическое направление если вы в ней ничего не понимаете не являетесь рыбаком вам будет очень тяжело а магазин ну я думаю что в квадратах 50 примерно я думаю что где-то миллиона 4-5 придется вам потратить и на закупку товара и на ремонт на все про все так и еще у нас были народу мало смотрит согласен пасты сегодня поэтому на многое мы не рассчитываем вот я думаю что сегодня люди отпраздновают все равно ходят все в церковь идут на зеленую шашлыков поедят вот и посмотрят но потом это все в ютюбе еще разместим так спасибо большое за обратную связь так вот здесь мне еще прислали вопросы кто вернет деньги за путевки но я думаю что в любом случае государственные структуры будут возвращать эти деньги за путевки вот Андрей как думаешь в мае все это продолжится я думаю что продолжится но будут откручиваться гайки будут малый бизнес запускать но уже встречать требования допустим по входу в магазин либо еще что-то так есть маленькое производство прикормки как выживать но тут нужно разбираться непосредственно с бизнесом раздельно поэтому какие-то общие тенденции сокращать затраты прежде всего в данной ситуации как поступить маленькому производству реализовываться самим или искать крупные сети любые каналы продаж они идут вам на пользу нужно идти во всех направлениях и так и интернет-магазин открывать и розничный магазин и сетки заходить что что везде нужно продаваться так что вот ваша компания после каждого кризиса становится сильнее как вам это удается ну потому что мы в кризис принимаем правильное решение мы анализируем те действия которые мы делаем принимаем их в следующий раз либо их повторяем либо делаем по другому если они не привели к положительному результату когда начнутся поставки товаров в регионы они в принципе не прекращались поставки товара особенно наполнение магазинов оно сейчас идет непосредственно так что в магазинах весь товар присутствует можете туда обратиться что делать если проконсультируют срок зеленки а вирус не дает купить оружие продлят ли я думаю в любом случае продлят тем более да уж если паспорта продлевали то здесь тем более продлят так вечер добрый по вопросам прямого эфира из Архангельска у меня небольшая торговая сеть и кипровочные центры охоты и балкотуризм и до того момента пока не вышло постановление губернатора по которому охоту у нас закрывают для местных торговли просто стояло антикризисные акции ноль эмоций все запугали самоизоляции да я могу сказать что после того даже как все откроют тенденция покупательная способность и возврат покупателей будет очень сложный очень тяжелый я думаю что это займет еще 2-3 месяца пока люди начнут возвращаться в магазин не поднялись ли продажи газовых баллончиков травматического оружия уровень преступности уже вырос люди готовятся к угрозам но я могу сказать что в марте когда мы еще работали то внимание очень большое было к системам безопасности вот но потом нас в апреле закрыли к сожалению надеюсь что люди обратят внимание на то что за безопасность свою прежде всего отличают они сами каждый должен нести ответственность за себя к сожалению мне нельзя полагаться ни на милицию ни на службу безопасности какие-то Андрей Сергей добрый день такой вопрос я сменил страну жительства и очень хотелось бы забрать оружие из России возможно ли это я думаю что возможно нужно просто законодательство той страны в которую вы переехали и его изучать я думаю что проблем не будет какая статистика покупки оружия у вас мог зиме я имею в виду какое оружие больше покупают оружие конечно покупают для охоты доля большая пневматическое оружие покупают играть детям без лицензии вот особенно сейчас весной на дачах на зеленую развлекаться не только в футбол играть но оттачивать свои возможности по практику по стрельбе Андрей лучше покупать помещение для магазина или арендовать я думаю что лучше арендовать сейчас цены на аренду можно добиться очень выгодные как новый вертолет вертолет новый супер просто так здравствуйте когда научат продавать начнут продавать патроны у нас в Казани из-за карантина не продают согласен мы всеми способами решаем вопросы в Казани но очень тяжело у вас власти очень скажем так своеобразные единственный регион где вообще полностью закрыто все может быть вам есть смысл доехать там до нижнего или куда-нибудь в ближайший регион где есть продажи приветствую вы получали из регионов какие-либо ЦУ закрыть магазин я нахожусь в Белгороде закрыто все соседи Курск Воронеж работают да я и говорю что спасибо за лайки да все вижу да еще раз могу сказать что каждый регион работает по-своему очень индивидуально и все зависит от магазинов некоторые просто закрываются даже потому что ну не хотят издержки какие-то на себя нести увольняют людей и закрываются полностью когда бизнес просто уже выживает ожидается ли рост цен на ЧЗТ и Собаки ну с ЧЗТ вообще сложная ситуация сейчас а на Собаки по-моему мы уже цены подняли в зависимости от курса доллара но пока вот он сейчас в этом ну доллары и евро имеется ввиду и пока в данной ситуации он на этих курсах если не взлетит еще на 10% то пока мы планировали не будем поднимать так что со старым вертолетом на Дальнем Востоке планируете открывать магазины именно Владивосток Хабаровск рассказываю во Владивостоке магазин открылся правда пока без лицензии лицензию обещаем обещают получить в конце месяца так хороший звук хорошо кстати забыл поинтересоваться ожидается ли открытие вашего магазина в Ростове-на-Дону пока мы не планировали в Ростове-на-Дону работаем с другими регионами какая страна производит лучшую пневматику или фирма все зависит от цены цена и качество немцы делают хорошую пневматику испанцы делают ну и турки конечно соотношение цены так цены и качества у турок самая хорошая все фирмы которые мы привозим вот это очень качественные особенно фирма хатсам можете на ней обратить внимание Андрей подскажи пожалуйста какой коллиматор 12 калибр держит ну давайте мы сейчас до товарных групп не будем упускаться Андрей повторю свой вопрос интересует ваша гарантия на МР-155 профи объясняю Владимир у меня нету гарантии на заводы которые с которыми мы ну на те заводы гарантия на которые дает сам завод да концерн калашников они выдают свою гарантию свое качество свое у них качество вот поэтому если вы купите то гарантию вы получите только от завода вот что касается других марок тех которых мы представляем в россии эксклюзивно вот на них мы даем личную я даю личную гарантию это хатсан это инстамбул салах это ата вот и ритай так моей гарантии личной на МР-155 к сожалению нету они продают и делают гарантию самостоятельно свой ну что друзья на все вопросы я ответил со всеми поговорил я уверен что наше оружейное охотничье братство не пропадет ни при каких обстоятельствах мы перетерпим мы передерживаемся даже этот страшный период вот ну что всех с Пасхой с праздником я уверен что теперь любой коронавирус нам нипочем и он будет повержен всего хорошего до конца до конца до конца до конца до конца